МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Мы в прямом эфире. Я рад снова встрече с вами. Я не один сегодня. И пастор Павел Распатнюк со мной. Приветствую. Приветствую вас, телезрители, пастор Юрий. Мы сейчас будем поздравлять в прямом эфире наших зрителей. И так искренне хочется прийти в ваш дом, то, что мы и делаем. Искренне поздравить вас с наступающими великими праздниками, великого Рождества, с наступающим вас Новым годом. Пожелание вам великих Божьих благословений в этот период, праздничный период. И мое искреннее желание, чтобы ничто не омрачало это событие. Ничто и никто не омрачил это великое событие. Есть причина для торжества у нас. Есть причина для ликования. Есть причина для радости. Есть причина для прекрасного общения друг с другом. И говорить Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Пастор Павел, Merry Christmas. Спасибо, пастор Юрий. И все телезрители, действительно, Merry Christmas. Великий праздник, может быть, сказать, самый великий. Самый великий. Приход Иисуса Христа на землю. Великая радость, Ангел сказал всем людям. Самая великая. Я думаю, что, пастор Юрий, самая радостная, самая великая, самая важная весть для всех людей, независимо от возраста, от рас, от национальности, это весть о Спасителе, весть о Его приходе, весть о Его рождении. Потому что от Него зависит судьба каждого из нас. От нашего отношения к Нему. Когда приветствуют друг друга украинцы, Христос народився, ответом является этого приветствия словим у Его. Да. Когда на английском языке это Merry Christmas. Merry Christmas. На всех разных языках оно настолько созвучно. И когда мы говорим и приветствуем друг друга этим приветствием, обычно наши лица никогда не мрачны. По крайней мере, не должны так быть. Не должны так быть. Не смотря на переживания. Точно так, как второй великий по значению праздник, это воскресение Иисуса Христа. Да. Когда мы приветствуем друг друга, Христос воскрес. Тоже лица не мрачные. Лица не мрачные. Да, да, да. Только, пастор Павел, ты со мной будешь согласен, только грех может омрачить. Грех или скорбь может омрачить этот светлый праздник. Но в Иисусе Христе есть прощение грехов. Да. И в нашей скорби у нас есть Дух Святой утешитель. То есть я говорю, что омрачить какое-то такое торжественное событие, торжественность сего праздника, любого знаменательного такого торжественного события, праздника, может быть только грех и скорбь. Но в имени Иисуса Христа у нас целый букет, вот этот праздничный букет, в имени Иисуса Христа есть и прощение грехов, и исцеление от болезни, есть и освобождение от проклятий, в имени Иисуса Христа есть восстановление, есть все, это целый букет. Когда Христос входит в сердце человека, рождается в сердце человека, его не входит чуть-чуть в нашу жизнь. В наш дух, в наше мировоззрение не входит чуть-чуть. Он полностью, ну по крайней мере так должно быть, он полностью берет, скажем, в хорошем смысле этого слова, он полностью берет нас в свой удел, полностью. Не просто оккупирует нас, это не то слово, оккупирует дьявол. Христос, входя, он входит с любовью, он входит с полнотой своей благодати, он входит с полнотой своей истины. Вот с чем входит наш Господь Иисус Христов. Пастор, буквально вчера настолько, мы получаем, друзья, от вас приветствия, поздравления, спасибо вам. Я взял одно со стола перед эфиром, настолько оно меня тронуло. Ну все трогают, спасибо вам, друзья, за вашу искренность, за ваши открытые сердца. И в течение этих нескольких дней мы будем говорить о том, что Христос сделал в нашей жизни. Звучат самуоном проповедя, звучит слово, звучит приветствие друг друга в наших семьях. Мы, то есть, за нашими семейными, обеденными или вечерними столами, мы будем рассказывать. Родители будут делиться с детьми. Очень правильно. Настолько правильно, когда мы за куличами, мы не будем заслонять причину Рождества. Причина Рождества – это не просто обеденный стол ужина. Причина Рождества – это рожденный Иисус Христос. И очень важно, когда родители, они будут говорить, что же это за праздник. Особенно в условиях Америки. Оно как-то стерто. И наши детвора и молодежь, да и мы подвержены всему явлению. Мы видим красочно в супермаркетах, и мы видим в моллах красочно. Скидки, сейлы, подарки, украшения, все сверкают, все блестит. Оно смешались кони-люди. Но важно, важно, чтобы незаслоняема была причина. Главная. Самая самая самая. Главная, да. Так вот, что меня очень тронуло. Дорогие братья и сестры, труженики, ТВ-Импакт. Поздравляю вас с Рождеством нашего Господа Иисуса Христа. Что меня до слез тронуло. Ежедневно молюсь, чтобы Господь послал вам силы, мудрости, здоровья, знаний и радости в вашем труде. Ежедневно молюсь. Слава Богу. Сестра Марисева. Марисева, сестра Валентина. И 1 Коринфянам 8, 13. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Ежедневно молюсь. Я понимаю, что у этой сестрички, возможно, есть родственники, есть дети, есть внуки. По-моему, это большая семья. То есть, ну, по большому счету, ей есть о чем молиться. Правда? И о ком молиться. Главное, что почему она молится, потому что она понимает важность молитвы. Ежедневно. Что это не просто там какой-то ритуал религиозный. Совершенно верно. А в этом сила есть, особенно молиться за тех, которые на передовую, которые проповедуют Слово Божие. Это очень важно. Слава Богу за таких людей. Награда их будет великая от Господа. Велика. Я вижу чистосердечие в этом послании о том, что не просто там хаварью, а его сынкины болтию. Или я там, я буду за тебя там молиться, вот там молиться или не молиться, это уже как придется. Но здесь, когда написано, когда вы пишете, сестра, что вы ежедневно молитесь о нас. Ну, это здорово. Мы видим результат этих молитв. Делаем одно дело, да. Я в ньюслеттер, в последнем я писал, на какие рубежи в следующем году выводит нас Господь. В европейских странах. То есть, мы выходим на очередной спутник, который покрывает всю Северную Африку, весь Ближний Восток полностью. Затем все страны Европейского Союза, все страны СНГ. То есть, на очень мощный, самый мощный европейский спутник. Благодаря вашим молитвам, друзья, я вот как на духу, открытым сердцем, взирая в телеобъектив, говорю вам искренное спасибо. Мы об этом будем говорить. Пастор, я хочу положить в основание нашей беседы сегодня вот это знаменитое место Луки, 1 глава, 30 стих. «И сказал ей ангел, то есть Марии, то есть деве Марии, и сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Обрести благодать у Бога. Самое величайшее, что мы можем заполучить, самое величайшее в жизни, это даже не самый дорогой подарок. Я читал как-то вчера статью, где-то я вышел на какой-то портал, и там каждый из этих участвующих в беседе, они практикуются в том, кто какой подарок друг другу самый дорогой. Там миллиардеры перечисляются, что они, если они дарят подарки какие-то вот в такие праздники, там миллиардеры, подарки их исчисляются сотнями тысяч долларов. То есть там за доллар не покупают. Обычно гордость его говорит о том, чтобы за доллар открытку не купить. Если он дарит какому-то близкому или родному, или какому-то особому знатному человеку, там исчисляемая ценность подарка, стоимость сотни тысяч долларов, 500 тысяч долларов, миллион долларов. То есть кто-то говорит, ну я могу, исходя из своего бюджета, я обязательно трачу, там один пишет, трачу на подарки 10 тысяч. Я думаю, он тоже немало, тоже немало. Наша, наверное, с тобой, пастор, зарплата, они не позволяют, такие десятитысячные. Ну да. Разве что любимому человеку уже отрываешь и говоришь, слушай, все мое твое, вот тебе машина там за 30 тысяч долларов. Да. Но ангелы говорят, что самый дорогой подарок неба – это обрести благодать у Бога. Это самое хорошее, самое ценное, самое дорогое, если хотите. Обрести благодать у Господа. Благодать – это благоволение Господне. Благодать – это незаслуженный дар от Бога. То есть незаслужил. Бог просто взял и подарил. И не человек, не миллиардер, не миллионер, но творец видимого и невидимого мира. Творец всего, творец всей Вселенной. Это владелец всех несметных богатств во Вселенной подарил тебе. Говорит, ты, Бог тебя заметил. Что такое обрести благодать? Другим расширенный перевод говорит, Бог заметил тебя. Бог обратил внимание на тебя. Из сотен тысяч людей, из миллионов людей, Бог обратил внимание на эту девчонку. Вот это да. Обрела ты благодать у Господа. Затем он говорит, и вот зашнешь в очреве, и родишь сына, и назовешь ему имя Иисус, он будет велик, и назовется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Аллилуйя. Аллилуйя. И царство его не будет конца. Аллилуйя. Слава Господу. Жив Господь. Слава Господу. Действительно, Мария обрела благодать. Дорогие мои, у Бога и сегодня есть планы для нашего поколения, в которой мы живем время, Бог ищет людей. Иногда мы думаем, Бог как-то выбирает просто так людей для своих целей. Но Бог тоже выбирает тех, которые обретают благодать. Ты думаешь, что у него еще есть достаточно благодати? Конечно. Я думаю, что что-то было у Марии. Ведь было много девиц, было множество в то время. Но вот для цели великой, божественной, святой, чтобы родить на землю Бога, чтобы воплотиться в девица, вот Бог именно Марию избрал. Потому что, видимо, в ней что-то такое было лучше всех. Молодая, но святая, любит Бога, боится Бога. Вот что-то было в ней, в ее сердце, в ее характере, то, что привлекло благоволение Бога. То же самое и для нас очень важно, как я сказал, что в любом поколении и в нашем поколении Бог ищет людей. Он хочет употребить, но чтобы нам быть сосудами чести, сосудами такими, на которые Бог мог бы обратить внимание и избрать нас, каждого из нас для своих целей. То есть есть какие-то качества, да? Конечно. Написано, апостол Павел говорит, что Бог избрал меня, удостоил меня, нашел меня верным, верил мне в служение. То есть Бог смотрит, как человек в маленьких вещах, как он верный Богу, как он ходит перед Богом, как он любит Бога, как он прилипляется к Богу, насколько он боится Бога хранить себя от осквернения грехом, святости перед Богом ходит, возрастает духовно. Это очень важно. И Мария, видимо, она очень отличилась от всех. Ты обрела благодать. You are greatly favored of God. То есть она была the best number one, удостоилась чести великой. И все народы ублажают. Так было сказано, что все народы будут ублажать тебя. Все люди во все времена и поколения сынов человеческих, они ублажают Марию, потому что, с одной стороны, она много перенесла, это не так просто было. Ходит беременная женщина, не замужняя еще. Что, как, для людей это, ну, не так просто согласиться с этим. И в то время, в то время, особо. Да, в то время, это очень большой риск для ее жизни был. Ее могли убить. К стыду. Это все размыто, к сожалению. Оно все размыто, там, на это никто не обращает особо внимания. Настолько деморализовано общество. На то время это было что-то особо для общества. Видеть незамужнюю женщину, девчонку, видеть в положении, будучи беременной. Это что-то особо. Но она держала фокус. Сохраняла эти слова в сердце. Сохраняла эти слова в сердце. И не осталась в стыде. Вот если Бог что-то дал в жизнь, Бог в сердце дал. И мы держим фокус. Мы держим ориентир. И не сходим с пути. Бог обязательно вознаграждает. Бог обязательно вознаграждает. Человек не останется в стыде. И действительно весь мир сегодня, он вспоминает эту молодую девушку, которая была этим каналом, проводником того, что Божий Сын, Иисус Христос, воплотился на землю. Пасторю, весь мир вспоминает, но есть опасность, есть целая религия, целое движение, которые до такой степени ублажают Марию за пределы того, что говорит Слово Божие. Совершенно верно. Они называют ее и Царицей Небесной, и Богородицей, и молятся ей, как бы посреднику между людьми и Богом. Это Библия так не учит, чтобы мы это делали. Не учит. Да, она сама была удостоена этой чести, но она такой же человек, она родила Спасителя, посредством которого она сама спаслась, посредством верой в Него, в то, что Иисус Христос совершил. Но ублажайте, но вот я читал историю, как это началось, почему Марию возвели в такой титул, что во многих частях еще Первой Церкви начала появляться Мария людям. Во сне, как бы в видении говорят, явилась женщина к родну, красивая, говорит, я Матерь Божия, я родила Иисуса Христа, и вы можете молиться мне, можете молиться, и я в вашей молитве передам моему Сыну. Я особенное положение имею на небесах. И руководство Церкви в то время, Верховное руководство, начало обращать на это внимание, потому что с разных частей тогдашнего религиозного мира к ним начали приходить одинаковые вести, что одинаковые переживания люди имеют, сверхъестественные, божественные. И они впоследствии ввели эту доктрину, что Матерь Божия, она Царица Небесная, что ей надо молиться. Я вижу, почему я это говорю, что и в наше время есть много всяких вещей, откровений, которые преподносятся как сверхъестественные, но если это не соответствует Писанию, и сатана принимает вид Ангела Света. И я верю, что те явления, которые были людям, это просто сатана, дьявол, являлся в таком виде, в женщины, и оболчал людей, и обманывал людей, чтобы они молились, Царица Небесная. И затем на одном из первых соборов, если я не ошибаюсь, Никейский собор 325 года, он канонизировал и сделал Деву Марию, придал ей титул, совершенно как Богородица. Мы действительно понимаем. Знаете что, друзья, если вы нас смотрите в каком-то из регионов мира, где привержено вот такое мнение относительно Девы Марии, не зря вы сегодня включили этот телеканал «Импакт». Почему? Потому что мы придерживаемся и буквы, и духа Писания. Буква и дух Писания говорит, что единственный посредник между Богом и человеком, это не Дева Мария. Такого просто нет в Писании. Это было добавлено. Это просто было добавлено. Если вы будете читать это слово, любить это слово, вникать в это слово, исследовать это слово, погружаться в это слово, тогда вы найдете, что это ошибочное мнение. Это не с тем, чтобы унизить то, чему вас учат, но с тем, что все-таки сопоставляя с тем, чего вас учат, с амвоном или в ваших храмах, вы должны придерживаться все-таки. А что же Писание об этом говорит? Да, сосед говорит, или соседка говорит, или там какой-то батюшка говорит одно. А что Писание об этом говорит? А что Писание об этом говорит? Поэтому очень важно, чтобы мы все-таки концентрировались, и наше внимание, фокус держали на Писании. Стремились познать истину. Библия говорит об этом. Может, телевизор говорит одно, а может, традиция говорит другого. А что же Библия говорит об этом? Поэтому, друзья, евангельские христиане, это не какие-то фанатики, которые где-то черпают свое мировоззрение, свою точку зрения, непонятно с каких источников. Нет, мы черпаем только наша платформа, наш фундамент – это слово Божие. Поэтому, действительно, пастор, как ты верно подметил. И что интересно, что то, идем мы дальше, то, что Христос о себе говорил, когда Он родился, когда Он возрос, когда Он начал преподавать, это, как мы говорим, величайшее из учений, не философа, но Бога, которое преподано было для человека. И то, что Он говорил людям, как Он открывал себя, мы находим в Писании, что этому было место в Старом Завете. Очень много Старого Завета, очень много мест Старого Завета, сотни мест Старого Завета говорят о том, что придет этот день, что придет долгожданный Мессия. И вот мы празднуем, проходим праздник того периода, когда несколько тысяч лет назад совершилось предсказанное многими пророками, многими местами Ветхого Завета, совершилось. Бог явился во плоти. Бог явился во плоти. Написано апостол Павелу, когда пришла полнота времени. Господь не мог явиться до того и после того. В планах Божьих, в планах великого Бога, рождение, оно имело место именно в том периоде, именно в том месте, именно в той стране на Ближнем Востоке, именно в тот год, именно в тот месяц. Христос не мог прийти двумя годами позже или двумя годами раньше. Почему? В божественных планах важно было, чтобы пришла полнота времени для Бога воплощения. Все было готово. Человек практически, по большому счету, хотя мы можем прилагать к этому толкование, соглашаться с этим или не соглашаться, но человечество, оно было практически готово. Хотя в другом месте Писание говорит, что пришел к своим, а свои не приняли. Но это не умаляет того, что Бог не ошибся, когда Иисус Христос пришел во время. Во времени пришел. Пришел во времени и пришел в том месте, где надо было прийти. Христос, как я говорил, не мог прийти раньше или позже. Полнота времени и заключалась в том, что человечество, период был в то время, когда человечество было готово к принятию Мессии. Или ты как понимаешь? Я точно так. Бог в своей премудрости, Бог за секунду может вычислить то, что нам надо, что и жизни не хватит. И Бог, смотря наперед, через толщу веков, коридоры времени, и человека надо найти, и Марию, потому что здесь все прикасается дело с выбором человека, с волей человека. Мария могла сказать нет, и Бог не заставил бы ее. Да, но вот нужно было все это вычислить, и время, политическую обстановку, и то, что мы даже не знаем, и понимаем. И состояние народа. И состояние общества. И я даже слышал такое, вот почему именно в то время Израиль был оккупированный Римской империей, была сеть дорог. И вот когда Евангелие начало проповедоваться, по Римской империи очень быстро начала распространяться Евангельская весть. Быстро, потому что даже с такой экономической стороны, социальной стороны, была готова, готовая почва, чтобы за короткое время быстро Евангелие по тогдашнему миру, цивилизованному на то время, эта весть распространилась. Бог все предусмотрел. Слава Ему. Он такой великий, такой премудрый, так возлюбил нас. Друзья, когда мы говорим о рождении Спасителя, о его приходе на землю, это не просто какая-то история малозначительная. Это самая великая история, самое великое событие. Посмотрите, даже в студии все говорит. Декорации, подарки. Моя жена там ящики достает с чердака, я ее достаю. И там всякие украшения у нее, там она это хранит, там веточки, там на стол дети приходят, подарки, все это. Конечно, есть люди вообще против всего этого. Но почему мы это делаем? Ничего в этом плохого нет. Я думаю, и на небе будут какие-то декорации. Красиво будет, да? Но главное, чтобы не затемнялось. Главное, чтобы мы не придавали суете, чтобы всегда в фокусе держали главное. Почему Христос пришел? Друзья, это самое важное дело, что Бог совершил, послал на землю своего сына. Мы должны радоваться, потому что радость великая всем людям. Люди погибли. Погибли не в смысле, что человек умирает, его закапывает и все. Мы есть дух и бессмертный в своей природе, в своей сути. Мы начало имеем. Мы родились от плоти, от крови, от папы и мамы, от тени мужа. Плоти, как Писание говорит. Но у нас есть дух, есть дух, душа и тело. Тело закапывает, а дух бессмертный. Вечно будем жить. Миллиарды лет вперед посмотреть. Человека конца нету. И где он будет? Или в озере Огненном будет мучиться с дьяволом, или с Господом в его царстве будем. И человек обреченный на погибель, на вечно, навсегда, как в ту яму в пропасть упал и все. И если бы не Иисус Христос, человек сам себе не мог помочь, но Бог этот мост прикинул, по своей великой милости, по своей благодати, по своему благому изволению воли своей, он послал на землю своего сына. Слава Богу за это. И через веру в него, в Иисуса Христа, мы имеем надежду на новую землю, на новое небо, на вечную жизнь. Иисус Христос царем будет. Не Обама, не человек, который президент на земле, он не ошибки делает, как всеми люди очень ограничены. Но Иисус Христос, есть царь царей, Господь господствующий, воздвигнул царство, которому конца не будет. Никогда! Не будет смерти, не будет болезни. Апостол Павел говорит, богатство славы, в тайне сей, Христос в нас. Друзья, Евангелие, это самое богатое. Иисус Христос нас, сказать, не просто средним классом сделал, ну, говорят, средний класс, да, и не миллионерами, которых мы сегодня вспоминали. Он нас на такой уровень царский поднял, в себе, в своем великом спасении. Псалом Павел говорит, велика слава моя, в спасении твоем, велика слава наша, ваше, в спасении, которое нам Иисус Христос принес. Наша слава, как Суламон, можно сказать, ну, на небесах, в Господе, спасение, новое небо, новая земля, вечная жизнь, друзья, все люди, умираем, стареем, мне уже за 50 лет, уже чувствую в теле своем, не то, такая жизнь, род приходит, род уходит, но есть надежда, Иисус Христос родился, спаситель, радость великая всем людям, радуемся, друзья, стал нашим Богом, стал нашим отцом, открыл нам доступ к Богу, ни Мария, ни Богородица, дьявол пытается затмить, поставить между нами и Иисусом, Марию поставить нам, да, Мария блаженная, Мария почитаемая, но Иисус, нету посредника другого, как пастор Юрий сказал, и мы блаженные люди, в Иисусе Христе, почему этот телеканал, жертвуют люди деньги, дорого стоит, все это дело, но использовать современное средство коммуникации, чтобы достигнуть весь мир, чтобы каждый человек услышал, что есть спасение, не надо в ад идти, не надо в озеро огненное идти, только поверь в Иисуса, Бог даром дает, дар вечной жизни, написано даром, по благодати его, не по нашим делам, не по нашим заслугам, но по вере в Иисуса Христа, дорогие мои, поэтому Евангелие, это добрая вещь, сегодня этот телеканал импарт, как вы слышали, Африка, Европа, Азия, наш русский народ, кто понимает по-русски, русскоговорящие люди, они по всему миру, сейчас уже, не как в Советском Союзе, что границы закрыты были, а наши люди сейчас на работы идут, по Европе, в Африке, весь день, русский народ, и телеканал, с телефона человек, в квартире может включить, и слышать Евангелие, Иисус Христос спаситель, Христос родился, Христос пришел на землю, иногда мы так привыкли к этому, и это весь становится для нас, такой серый, нет, друзья, это самое великое, это самое важное, это то, что мы должны делать на этой земле, потому что миллионы людей погибают, во тьме, во мраке, во власти греха, во власти смерти, и во власти дьявола, кто, как не мы, должны сегодня поддерживать, молиться, финансово поддерживать, дело Божие, чтобы эта благая весть, она распространялась, аллилуйя, жив Господь, так я аж заслушался тебе, спасибо, спасибо за то, слава Господу, за то, что благодать, которая в тебе, она сегодня проявляема, и я верю, что это слово действительно касается, очень многих людей, когда мне позвонили из Португалии, и говорят, мы ваши постоянные телезрители, мы хотим быть частью, и партнерами вашего служения, с Португалией, с Португалией, да, с Португалией, моя учительница русского языка, она меня научила русский язык, на Украине, в школе, представляешь, и я с ней поддерживаю связь, говорю, если бы не вы, я бы не знал русского языка, у меня жена русскоговорящая, у нас русский язык, просто вложь в семье стал, но благодаря учительнице, и она говорит, мои дети в Португалии там живут, работают, и может быть смотрят нас сейчас. Возможно, и поэтому, действительно, насколько быть носителями, и проводниками Божьей благодати, Аллилуйя, Благой Вести, насколько это велико в Божьих глазах, Бог ничего не ценит в человеке, как то, что то, что мы получили от Бога, мы распространяем вокруг себя, мы получили прощение грехов, мы получили жизнь вечную, я люблю говорить о том, даже как-то где-то в проповеди применял это в Колорадо, что Господь, Господу мало показало, что Он так много нам дал, но Он в своей великой милости, и в воле своей, и в любви к человеку, к нам, Он соблаговолил посадить нас на престоле своей славы. Аллилуйя. Ему мало показалось даже то, что третья личность Божества, дана нам как дар, Дух Святой помещен в нашем сердце, в нашем духе живет, то есть мы вводимы Духом Божиим, но Бог еще посадил нас на престоле славы, судить 12 колен Израиля. Насколько это велико, насколько это, друзья, и являюсь проводниками этой благой, разжественской вести. Благой. Я выхватил это место, действительно, как ты говорил, что как даром, Бог дал человеку как даром, спасение, оно принесено Богом даром для нас. Да, да, да. Оно преподано даром. Оно преподнесено даром. Друзья, оно, спасение бесплатное, но оно не дешевое. Не дешевое. Знаете, как скидки в магазинах. Нет. Богу отцу это стоило. Отдать сына своего, зная, зная, что распнут, зная, что насмеются, зная, что он будет бичуем римскими воинами, зная, что свои его отвергнут, зная, что религия отдаст его на поругание и на смерть, зная, что будет предан своими же, одним из апостолов, Иудой, зная, но тем не менее, Бог знал, Отец, и отдал это. На страдания, на смерть. Поэтому спасение бесплатное, оно отнюдь не дешевое. Нельзя дешевить. А, ну если оно бесплатно, гуляй, моя душа, направо и налево. Направо и налево. Нет. Это цена была положена. Огромная. Огромная цена. Представьте себе, находясь в великой славе, Иисус, написано, рожденный прежде всякой твари, да, то есть, и находясь в великой славе, в великой силе, в великом могуществе, то есть, словом своим он все творил, так написано. Он сказал слово и совершил. Им все создано. Им все стоит. Все стоит. Все держится. Несомненно. силы свои. Если бы на одно мгновение Бог убрал свое слово, держащие молекулы вместе, все бы развалилось. Ты знаешь, этими молекулами и словом его держится то стуло, на котором мы сидим. Если бы он забрал на мгновение, слушай, мы бы с тобой на полу оказались, развалилось бы стуло. Этот стул не удержал бы эту кружку. Почему? Молекулы бы рассыпались. Действительно, он словом своим все держит, словом у своих все созыждет. Насколько это могущественно. Одно слово. И вот это творит всего видимого и невидимого. Он одел плоть человека. Одел твою плоть, мою плоть, вашу плоть. Он одел. Он не погнушался. Он не счел это слишком мелким, слишком маленьким. Из... Одна наша... И не новое тело оделся, а падшее, неможное тело. Грешное тело. Как плоть устал. Тело в духе его был, он от Бога был, но тело он как человек был. Смертный тело. Не как после воскресения тело. Одна наша солнечная система насчитывает, говорят ученые, 20 миллиардов, только одна наша. Одна. Одна наша маленькая солнечная система насчитывает 20 миллиардов звезд. 20 миллиардов. Таких галактик, как солнечная, миллиарды. А одна наша. И вот представьте себе, сколько в его власти находится. Там нас 5 или 6 миллиардов. А там триллионы находятся этих звезд. И вот всеми он управляет. И он не счел, не счел для себя, как скажем, в благововении скажу, не счел для себя унизительно все-таки вот на эту, ну, находящуюся, на задворках Вселенной, ту планету, которая названа... У нас земля. Он не счел унизительным все-таки сойти сюда. Не счел унизительным. Слишком мелким и низким. Ради меня и ради вас. Аллилуйя. 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 Жил Господь. Вот почему, друзья, знаете, в эти такие особого периода праздники, особого, рождественские, предновогодние праздники, вот почему церковь, она воодушевлена. Церковь, она полна радости, она полна торжества. Вот почему нам есть за что его благодарить. Вот почему мы в таком энтузиазме и полной энергии донести вам то, что мы сегодня доносим. Иисус Христос родился и для вас, и для тебя. Каким бы ты мелким, низким, незначительным или второстепенным в своих глазах или в глазах соседа или соседки не выглядел. Но Бог пришел и для тебя. И Иисус пришел и для тебя. То есть, и настолько это велико, настолько ты значителен в очах Божьих, каждый без исключения. Он знает по именам, он знает по фамилиям, он знает по адресам, он знает по социал секьюрити, он все знает. Даже волосы сочтены на моей голове его арихметикой. И он соблаговолил к тебе даже. Он знает твое имя, он знает твою ситуацию, он знает твое падение, знает твои взлеты, знает твои высоты, знает твои долины. Бог все знает. Бог все знает. Было бы 100 миллиардов на земле, он каждого бы знал. У него намного больше, намного мудрости, намного возвышенная его арихметика, чем пересчитать 5 миллионов, 10 миллиардов, или 100 миллиардов. Он намного мудрее этого всего. И он соблаговолил явиться и для тебя, родиться и для тебя. Но я еще имею хорошую новость. Знаете, пастор, ты со мной солидарен с этим, что в период этих праздников, особенно для нашей детворы, для наших внуков, для твоих, для детей, мы еще можем, находясь у елки, находясь у рождественских ясель, мы можем еще поулюлюкать и поалялякать. Знаешь, как улюлюлюлюлюлю, ну, младенец, в яслях положим какую-нибудь, что там ложим, какую-нибудь куклу, куклу, какую-то, для детей это нормально, для детворы, дабы наглядно показать, как эти были ясла, как в хлеву, это нормально. Но хорошая новость, что он не остался младенцем. Он не остался младенцем. Он возрос и нормально, и здраво, и правильно, когда он не младенцем у нас, беззащитным, беспомощным младенцем. Дьявол хотел бы, чтобы он остался там быть беспомощным этим младенцем. Он бы хотел. Он бы хотел. Потому что младенец, он там лю-лю-лю-ля-ля-ля. Но в великой славе сегодня он находится. В великом могуществе и величии он находится. И поэтому вот это второе хорошее новость сегодня, что он в великой славе. Не у-лю-лю-ля-ля. Это просто традиция или религия хочет оставить его в яслях. Но он был взращен Духом Божьим. Так написано. Возрос в силе Духа Святого. Потом, как мы говорили, от мудрости его учений восхищался. И стар, и млад восхищался. Все восхищались. Все были удивлены. Настолько он говорит не как книжники и фарисеи, но как власть имеющий. И затем он умер за твои и за мои грехи. По большому счету ради этого он и пришел на землю. Он пришел на землю не просто, чтобы остаться младенцем и потом все праздновали, вот какой он хороший младенец несколько тысяч лет спустя. Нет. Он пришел, чтобы взять ваш и мой грех на себя. Он пришел для того, чтобы умереть вместо меня. Я заслужил Божие наказание. Я заслужил поругание. Я заслужил Божий гнев. В его правосудии я должен был понести наказание. Я был виновен. Но Бог в лице Иисуса Христова взял это все на себя. Аллилуйя. Аллилуйя. Благодарю, Иисус. Друзья мои, написано так в Библии, что Бог дал нам жизнь вечную и это жизнь в Его Сыне. Совершенно верно. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь вечную. Не имеющий Сына Божьего не имеет жизни. Не имеет жизни. Дело в том, друзья мои, что на земле есть много всяких религий, философий, понятий, жизни, вероучений, как спастись. И есть такое понимание, я слышал так, говорят через средства массовой информации, что каждый человек может по-своему верить. Да. По-своему верить, буддисты верят по-своему, мусульмане по-своему, христиане по-своему, все дороги в Богу ведут. И когда говорит уважаемый человек, между прочим, я не стесняюсь говорить, это опра, известная телешоу ведущая в Америке, здесь ее миллионы людей смотрят, почитают, и она говорит, что она христианка. И люди прислушаются к тому, что она говорит, но то, что она говорит, это неправильно. Если человек так слушает и думает, ну я по-своему буду верить, как мне кажется, правильным, так я буду верить. Друзья, так Библия не учит нас. Мы по-своему не можем верить. Мы должны Богу верить по истине. И не все дороги в небо ведут, как все дороги в небо ведут, как ты сказал, да, есть одна дорога. Иисус сказал, я путь, я истина, я жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Нет спасения ни в ком ином. Только в имени Иисуса Христа, только в вере в Него человек может спастись. Один известный проповедник, евангелист, пробудительное собрание проводил, много людей каялись от его служения. Он жил в Америке, Чарльз Финни, очень благословенный муж Божий. И он такое сказал, что многие церкви в Америке переполны людьми, которые не спасены. Такое серьезное заявление сделал, что люди ходят в церковь, церкви полные людьми, как будто они в Бога верят, но они не спасены. Дорогие мои, это очень важно, очень важно, пастор Юрий, потому что может человек быть религиозным, может в Бога верить. Если люди так думают, что от того, что я присоединился к церкви, я спасусь. От того, что я на миссию поехал, от того, что я деньги дал, от того, что я помогаю бедным, от того, что я веду моральный, порядочный образ жизни, я спасусь от этого. Ну, я не говорю, что эти вещи не сопровождают спасение, которое мы должны делать, но это не спасает человека. Писание говорит, что все мы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса, не от того, что человек в Бога, в общем, и дьявол написан, и бесы веруют, и трепещат. Поэтому очень важно для нас, дорогие мои, понимать, что человек может так вот, написано, гибнет народ от недостатковедения, не прилагался человек, не искал истину, не стремился, а так, я в Бога верую, верую, что в Боге есть. Ну, Иисус там был, но никогда человек, может быть, всю жизнь быть верующим, может быть, кто-то нас сейчас смотрит. Несомненно. Что вы верующие, вы ходите в собрание, вы просоединили их в церкви, вы думаете о том, что вы моральный человек, такой добрый, помогаете бедным, от этого вы спасетесь. Нет, друзья мои, если бы так можно было бы спастись людям, то Иисус Христос на землю не пришел, можно было бы по-другому спастись. Но спасение только в имени Иисуса Христа, только по вере в Него, только через рождение свыше, только через принятие Христа, через покаяние в своих грехах, через посвящение своей жизни Ему, только в этом спасении. Другого пути нет. Никакая человеческая философия, никакая другая вера, единственная вера, евангельская, христианская, истинная вера, которая проповедует спасение в имени Иисуса Христа. Причину разума. Да, только Иисус, только вот мы празднуем Рождество, не только историческое событие, но это реальность, от вашего отношения, от моего отношения к Иисусу Христу, к этому событию, зависит наша вечная участь, каждого человека, который жил, живет и будет жить. Иисус Христос, как центр, как ось человеческой цивилизации, все вокруг Него, начало лета, исчисления новой эры, от Его рождения, от того, что Он пришел, от того, что Он родился. И от этого, дорогие мои друзья, как мы отнесемся к Иисусу, что мы с Ним сделаем, или мы скажем, он просто человек был, он пророк был, да, хороший, добрый был, воскрес из мертвых, как в историческую личность, или мы вообще Его отвергаем, говорим, что это миф, от нашего отношения зависит наша вечная участь, но чтобы спастись, друзья мои, нужно Его принять, нужно поверить в Него, молиться Богу, может быть, вам непонятно, Боже, что это такое, Евангелие, Иисус Христос, какая-то выдумка, миф какой-то люди придумали, нет, друзья, это истина божественного спасения, через толщу веков, сколько уже, тысячи лет прошли, посмотрите, 2015 год, электроника, цивилизация, казалось бы, наука на вершение прогресса, Христос празднуется, рождение, посмотрите, телестудия, по всему миру, через телевидение, проповедуется Евангелие, разве это не чудесно, потому что это не просто история, это не просто что-то маловажное, это центральное событие, важное событие, которое совершилось в мире, Иисус Христос родился, для моего спасения, чтобы меня спасти, чтобы стать моим отцом, чтобы стать моим Богом, чтобы дать мне вечную жизнь, чтобы простить мне мои грехи, Иисус, единственное имя, благословенное имя, которого мы верим, которое мы приняли, и через которого мы спасаемся, только через Иисуса Христа, другого пути нет, другого имени нет, ни в коем другом спасении нет, ни Джозеф Смит, ни Елена Уайт вас не спасет, ни Мухаммед, ни Будда, никто вас не спасет, ни Царица Небесная вас не спасет, только Иисус Христос, рожденный, Спаситель, который пришел на землю, жил, отдал свою жизнь за грехи наши, воскрес для оправдания нашего, чтобы через веру в Него, в Агрица Божия, в Иисуса Христа, всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И очень уместно будет в эти дни также вспомнить о том, что младенцу принесли дары, мудрецы с Востока принесли дары. Для тех из вас, друзья, которые прекрасно знаете эту историю, мы не будем особо углубляться в золото, ладан и смирну, мы об этом много говорим в процессе, в течение года, много об этом, даже не обязательно на рождественские праздники, но вопрос на злобу дня сегодня. Вот Христос получил подарок, что я могу Ему преподнести сегодня? Что я могу? Вот что вы можете преподать? То есть, что вы можете принести на этот праздник? Господи, что бы ты хотел от меня? Хочет ли он, чтобы мы, хочет ли мы, хочет ли Господь, знаете, многие паломники занимаются паломничеством. то есть, такие великие праздники на Пасху, на Рождество, они любят посетить какие-то святые места. Ну, не умаляй это, не умаляй. Чисто для расширения круга нашего, круга нашего зрения, мы можем посетить одно, другое, третье. Но, нужно ли паломничество ему лично? Нет, оно нужно нам. Посмотреть на исторические достопримечательности. Что же он хочет? Хочет ли он то, чтобы мы каждый год в Иерусалим ездили и смотрели то место в Вифлееме, которое находится сегодня, к сожалению, под Палестиной. Туда даже не пускают. Зачастую, наверное, и сейчас там не рекомендуют. Туристов не пускают. Да, временами пускают, временами нет. В 93-м году первый раз мы были в Израиле, туда еще пускали. Сейчас там опасно, потому что вас камнями побьют, могут палестинцы забросать, арабы. Там еще другое, третье. Но говорят, опасно. Хочет ли он, мой вопрос, чтобы мы туда поехали и поклонились тому месту, где Христос родился, в этих Вифлеемовских яслях. Отнюдь, друзья, нет, конечно. Все, что Господь ожидает от нас в виде нашего подарка. Хочет ли он, чтобы мы, видите ли, друг другу какие-то подарки дорогие дарили. Хочет ли он, чтобы в этот период, чтобы мы огромную сумму денег куда-то, где-то там принесли в церковь или на импакт. Неплохо. Это неплохо будет. Сделайте это как подарок. Друзья, но самое основное, что Господь желает от нас, это чистосердечие в нашем служении Ему. Вот, если ты никогда не служил Богу, пусть твоим подарком для Него будет твое сердце, твое сердце, покаяние твоего сердца, чистосердечие принятие твоего решения служить Богу, великому и истинному Богу. Это самый дорогой подарок, который ты можешь преподнести Ему. Куличи там, вот, потом еще где-то что-то, потом еще какие-то, потом еще подарки еще какие-то, на елку что-то вешать, это все к месту может быть. Друзья, но самое драгоценное, что мы можем Ему отдать, Ему не надо ни золото, Ему ни серебро не надо, золото, ладан и смирно, это все Его, написано, что пастбище на тысячах гор, это Его, это все. Мое золото, мое серебро. Мое, это все Его. Если бы захотел иметь золото, он бы так пальцем щелкнул, и все горы превратились бы в золото, чистое, драгоценное золото. А потом, а может быть, какие-то скалы превратились в прекрасные, переливающиеся всеми цветами радуги, жемчужины, одним словом, одним шелчком, Ему это не надо. Он пришел на эту землю ради человека, не ради животного мира, нет, написано, вне псы, Христос не умирал, написано, вне псы, то есть, Христос за псов не умирал, за животный мир, за растительный, Христос умер за человека. Греху был подвержен весь мир, растительный, животный мир, человек, все было. Но Христос умер ради человека. Вместо человека Он пришел, чтобы простить и принять человека. Поэтому, друзья, самым дорогим подарком из, из, в моей жизни, из моего сердца, это будет служение Ему. Служение искренному, живому, великому, всемогущему Богу. Я знаю, пастор, ты в унисон со мной скажешь, что вот если на расстоянии нашего голоса, зрители наши, те, которые смотрят нас, возможно, в странах СНГ, возможно, в странах Латинской Америки или Северной Америки и Канады. Друзья, очень правильно будет, очень правильно будет, если в пылу этого праздника, в пылу этого праздника, мы все-таки придем к Нему, мы все-таки отдадим сердце Ему, мы отдадим нашу жизнь Ему, мы снова перепосвятим нашу жизнь Ему. Есть категория людей, пастор, которые в канун Нового года и как раз в период уходящего, когда они принимают решение в канун Нового года перепосвятить. Это так здорово, перепосвятить снова, обновить свои отношения с Богом. В этом нет никакого греха. Да, мы живем святой жизнью, да, слава Господу, Господь во мне, а я в нем, да, слава Ему за Его Святой Дух, которым я постоянно наполняюсь, но я постоянно перепосвящаю, обновляю свои отношения с Богом. Делаем ли мы это? Наше искренное желание, друзья, действительно, чтобы мы обновили наше заветное отношение с Ним. Пастор, что ты скажешь, в канун, какие пожелания у тебя будут на год грядущий, новый? для тех, которые приняли Иисуса Христа, спасенные дети Божьи, чтобы мы вернулись к первой любви. Потому что написано, Бог так возлюбил нас. Бог нас очень любит. Каждого человека. У него лицеприятия нет, независимо от образования, от возраста, от красивого, некрасивого, бедного, богатого. Для Бога все люди одинаковые. Бог душу человека, как ты сказал, ценит, цены нет. Какая польза человеку, если он весь мир приобретет? Все богатства мира, с одной стороны, поставить на чашу весов, бриллианты, золото, все, что есть, а с другой стороны, душу человека, любого, каждого человека, который родился в этот мир, то цена души даже нельзя сравнить. Это безмерно, это бесценно, это душа. Вот почему Бог пошел на такую большую жертву, чтобы спасти людей. Так возлюбил Бог этот мир. Бог есть любовь, Бог любит. Самая первая заповедь возлюбить Господа. Друзья мои, отношения с Богом наши, христиане, строятся не на страхе, чтобы не пойти в ад. Да. Написано, иных же страх вы спасаете. Но это отношение любви. Бог меня возлюбил, и он хочет, чтобы я его обратно, первая заповедь, возлюби его всем сердцем, всей душой, всем разумением. И когда мы его так начинаем любить, есть определенные последствия, не просто мы говорим я люблю тебя, но наша жизнь выравнивается. Мы начинаем идти за ним, искать его, служить ему, творить его волю, жить для него, не для себя, не для удовольствия, не для наслаждений, не для суеты, не для временного всего, что забирает наше время, наше внимание. Но Иисус, я его люблю, моего спасителя, моего Господа, который так меня полюбил. Я возвращаюсь к первой любви, я посвящаю ему свою жизнь, я буду жить для него в это время, равнодушие, беспечие, формализм, отступление от Бога. Такое состояние сейчас. В общем, христианство слабое, теплое, и люди так смотрят, и брат так, и сестра так, и мои друзья так, и я так буду. Вот так тепленько. Нет, друзья, мы должны воспринимать, мы должны начать делать более твердым наше звание и избрание. А если нас слушают люди, которые, может быть, вы в Бога верите, как я сказал, может быть, даже приняли водное крещение, может быть, присоединились к церкви, добрые дела делайте, порядочные люди. В мире есть много людей, неверующих, моральных, порядочных, воспитанных людей, но не спасение. Это не спасает человека. Спасает только Иисус Христос, только вера в Него. И может быть, как я уже сказал, этот проповедник сказал, что много людей в церквях, которые не спасенные, просто религиозные люди, в Бога верят по-своему. Вот веру, что Бог есть, друзья, и дьявол верит, написано, и бесы веруют, и трепещут. Может быть, вы чувствуете, что вы к категории этой относитесь, вы должны сфокусироваться на Иисусе Христе, только вера в Него, Иисус, мой Спаситель. Принять Его в свое сердце, как своего Спасителя. Поверить в Него, написано, если устами будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Поэтому в конце Нового года, когда в конце этого года мы празднуем этот великий праздник Рождества, переосмыслить, посмотреть на свою веру, проверить, верили мы, действительно ли я, потому что я могу обмануться, я думаю, что я после смерти на небо пойду, а я, в общем, по-своему в Бога верю. А может быть, дорогие друзья, вы слушаете нас сейчас по всему миру, и вы знаете, что есть много всяких вер, движений, пониманий, философий религиозных, трудно разобраться, как правильно верить, какая правильная вера, религия, друзья мои, есть единственная вера, это евангельская, это Иисус Христос. Не думайте так, что я по-своему буду верить, что моя философия жизни меня спасет, нет, мы должны Богу верить по истине, и поэтому, если вы так можете верить по-своему, и думаете, что все дороги ведут на небо, нет, одна дорога, одно имя, Иисус, как мы уже сказали, никто другой вас не спасет, поэтому, примите Иисуса, иногда люди думают, неужели это так просто, так просто спастись, Иисус Христос, да, друзья мои, написано, и неопытный пойдет по этому пути и не заблудится, не нужно каких-то ритуалов придерживаться, как молебни там, чего-то, иногда люди уходят где-то в монастыри, чтобы спастись, нет, Бог дает вечную жизнь даром, там, где вы есть, не надо какие-то заученные молитвы, что-то такое особенное, но ваше сердце, если устами исповедуешь, скажешь, Иисус, Иисус Христос, я верю, что ты Бог, который воплотился, я многое не понимаю, я многое не знаю, но я верю, что это правда, что это не миф, что это не просто история, это факт, и только спасение, вечная жизнь в Иисусе Христе, если вы с раскаянным сердцем, устами исповедуете, сердцем веруете, написано, спасется человек, в тот час, моментально, дорогие мои, спасение, это очень великое дело, когда человек призывает имя Божие, Дух Божий, написано, как ветер, дышит, не знает, откуда проходит, никуда и ходит, в тот момент, когда человек обращается к Богу, Бог, невидимый в духовном мире, он касается духа человека, и происходит великое чудо духовного возрождения, написано, избавил нас от власти тьмы, и вел нас в царство своего, возлюбленного сына, моментально, духовное рождение, это не процесс, это момент покаяния, когда человек принимает Иисуса Христа, его дух, его внутренний человек, избавляется от власти смерти, от власти дьявола, от власти тьмы, и человек становится дитем Божиим, и говорит, Абба, Фадер, Абба, Отче, Отец, Бог стал моим отцом, через Иисуса Христа, через веру в Него, вот, дорогие мои друзья, так просто, поэтому, спасайтесь, написано, спасайтесь от рода сего развращенного, не будьте врагом, сами для себя, вы нас смотрите сейчас по телевидению, возможно, не случайно, Бог так устроил, возможно, вам родители когда-то говорили, ваши друзья, ваши сотрудники на работе, но вы пренебрегали, думали, потом это сделаю, но сегодня, время спасения, сегодня, нельзя откладывать, сегодня Бог призывает всех людей, чтобы они, написано, повелевает людям, покаяться, всем людям, всех раз, всех национальностей, жив Господь, жив Господь, я верю, пастор, что время, сегодня прошло не напрасно, мы беседовали, мы сказали, вы услышали, и я верю, что цель достигнута, сегодня нашей целью было прославить имя Господа, поклониться Ему, не младенцу в яслях, но великому, ангел даже сказал, царство Его не будет конца, великому во славе находящемуся, и цель достигнута, я верю, что Он принял эту жертву хвалы и словословия, а также нашей целью было прийти к Вам, открыть, приоткрыть чуть истину на то, кем является Иисус Христос для человека, и кем Он может стать для Вас, сегодня и сейчас, поэтому, пастор, спасибо тебе, мы будем проходить, Бог доблагословит тебя, семью служения, вас тоже, пастор Юрий, я очень рад, что телеканал, любовью Иисуса Христа, слава Господу, люблю тебя, пусть Бог благословит, я знаю, что каждое твое слово, оно касается сердец, и не напрасно был этот эфир, помните, Иисус Христос любит вас, Христос народился, славим его, будьте благословены, оставайтесь с нами на импакте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...